МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на пятом канале в студии Герман Токарев о самых важных событиях дня расскажем прямо сейчас. Дети-беженцы из Луганской области распределены по азовским школам. Последний день зимы стал началом масленичной недели. Долгий путь к зрителю. Мультфильм в студии «Солнышко» пролежал на полке 30 лет. Более 300 беженцев из Донбасса находятся сегодня в нашем городе. Как поддержать детей и взрослых, вынужденно покинувших родные места, обсудили сегодня на совещании руководителей социальных служб. Порядка 300 жителей Донбасса, которым пришлось покинуть свои дома и искать защиты в России, находятся сейчас на территории Азова. Многие из них уже обратились в ОСЗН за получением средств социальной поддержки. У нас по списку уже прошло 288. Поэтому это закончится, и мы сможем сказать, что мы в полном объеме всем все направили. Что касается остальных людей, они обращаются не очень сейчас активно, ну там, скажем, до 10 человек в день. И мы способны с ними дальше будем просто в текущем режиме работать и все. Работа городского отдела молодежи в последнее время тоже в основном связана с помощью воспитанникам одного из детских домов Луганской области. Мы с волонтерами провели встречи с ребятами, провели знакомства. Ребята заполнили анкетки, мы выявили, какие у них интересы. И уже 23-го в раляка, днезащитника Отечества, мы провели с волонтерами у них спортивную эстафету. В настоящее время эта работа приостановлена, так как среди детей-сирот выявлен случай заболевания ветряной оспой. И гостиницу «Прибой», где временно разместились беженцы, закрыли на карантин. С завтрашнего дня волонтерами педагогического колледжа будет оказана помощь управлению образованием в организации образовательного процесса. И также по поручению комитета по молодежной политике с завтрашнего дня там на постоянной основе будут держаться волонтеры. На протяжении всего дня, скорее всего, для того, чтобы организовать процесс составления необходимых потребностей для прибывших. По словам начальника отдела молодежи, список необходимого будет направлен в областной гуманитарный центр, куда за последние дни уже приходилось обращаться трижды. Нам привезли уже три гуманитарные помощи с области. Это в основном была одежда, обувь. В основном одежда для ребят, чтобы они могли ходить в школу. Новая одежда. И одна партия констоваров прибудет в среду, также для того, чтобы детки могли начать образовательный процесс. До окончания карантина дети Донбасса будут учиться в азовских школах дистанционно. С 25-го они все зачислены в наше образовательное учреждение. Это первая, пятая и одиннадцатая школы. Мы распределили их по классам, там, где есть места для обучения. С 1-го, 4-го у нас зачислено 44 ребенка. С 5-го по 9-го 54 обучающиеся. Сейчас еще дополнительно потребность определяем, что необходимо еще для организации процесса. Что касается эпидемиологической обстановки, то количество обратившихся за медицинской помощью граждан пришло к обычному сезонному показателю. Порядка 20-30 человек температурящих. На скорую помощь обращаются 20-30 человек взрослых, ну и порядка 10-15 детских пациентов, что соответствует обычному фоновому показателю 19-го, 20-го, 18-х годов. Отмену ограничений по оказанию плановой медицинской помощи ждут не только пациенты, но и медики. Но когда выйдет соответствующее постановление губернатора, пока неизвестно. В минувшее воскресенье на территории детского развлекательного центра «Звездочка» состоялось праздничное мероприятие для ребят с особенностями развития, которое было посвящено проводам зимы, а также стало поводом к дополнительному общению. Подробности у наших корреспондентов. Организатор мероприятия Светлана Ведяшко является руководителем сообщества «Лучики добра», цель которого – сделать жизнь детей с особенностями развития интересней и насыщенней. Светлана сама – мама особенного ребенка, и не понаслышке знает, с какими трудностями приходится сталкиваться родителям таких детей, ведь большую часть своего времени они проводят дома, либо в реабилитационных центрах. В связи с этим было принято решение устроить для ребят праздник. Сегодня мы провожаем зиму и встречаем весну красивыми яркими красками и хорошими эмоциями наполнены наших детей. В нашем сообществе около 60 семей – детки с разными абсолютно диагнозами, и всем им нужно внимание. Также мы будем рады видеть вас в нашей дружной семье. Наша страничка в Инстаграм «Лучики добра Азов». Мы будем вам рады. У каждого ребенка трудноизлечимый диагноз, с которым им приходится жить. Но, несмотря на это, дети не чувствуют себя обделенными, потому что рядом всегда находится самый дорогой человек на земле – это мама. Я очень рада, что в нашем городе Азове есть такие добрые, отзывчивые люди, что всегда готовы нас детить, принять. Нашим деткам тут очень хорошо, тепло и уютно. Я не думала, что таких деток будут любить, встречать, принимать. У меня просто нет слов. Я благодарю всех организаторов, помощников, добрых людей, которые оказывают поддержку таким особенным деткам, что делят мир без границ. И мы вместе – мы сила. Мы такие же, как и все, только со своими особенностями. Мне очень понравился этот праздник. Я так танцевала. Еще было очень весело. Было очень весело и здорово. Я так рэп-тэнсом может. Спасибо организаторам, спасибо всем, кто принимал участие в этом чудесном празднике. Для наших деток это очень важно. Они общаются, друг с другом играют, мамы радуются, тоже принимают активное участие. Спасибо большое, нам очень понравилось. Администрация детского развлекательного центра «Звездочка» в очередной раз бесплатно предоставила помещение для проведения мероприятия. Ребята с удовольствием играли, от души веселились под специально подготовленную программу с суперкомандой «Праздник на все сто». А спонсоры предоставили детям сладкие угощения и несколько видов горячей пиццы. Я ходила на несколько таких мероприятий. Мне было очень весело, были угощения и всякие конкурсы. Я рада, что нам организовывали такие праздники, потому что мы не обычные дети, а с какими-то своими болезнями. На празднике присутствовал Настя Преступенко, у которой открыт сбор помощи на реабилитацию в Таганрозский центр здоровья. Сумма выставленного счета составляет 80 900 рублей. На сегодня перечислено всего 54 000. Чтобы собрать недостающую сумму, Азовское сообщество «Поможем вместе» 6 марта планирует провести ярмарку. Все собранные средства будут направлены на лечение Насти. 6 марта пройдет благотворительная масленица. Мы приглашаем всех азовчан провести этот праздник, который пройдет на смотровой площадке возле кафе «Вудхаус». Вас ожидают веселье, праздник, чайпитие, песни, пляски. Мы приглашаем всех. Приходите, проведите этот праздник с нами. Хочу поблагодарить наших азовчан, которые откликнулись на нашу просьбу и помогли в сборе денежных средств. Эти деньги пойдут на очередную реабилитацию, которая состоится 4 апреля в городе Таганроге. Спасибо вам большое. Спасибо за ваше доброе сердце. Ивана Пажельцева, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. Масленица – старинный русский народный праздник. Отмечается на протяжении 7 дней перед началом Великого Поста за 7 недель до Пасхи. Дата празднования каждый год разная. В этом году она пройдет с 28 февраля по 6 марта. Главные атрибуты праздника – блины, чучело-масленицы и народные гуляния. Масленичный понедельник назывался «Встреча». В этот день уже вовсю пекут блины, а также сооружают чучело-масленицы, к которому будет сожжено в прощенное воскресенье. Масленичный вторник – заигрыш. В этот день на Руси начинались развлечения, игры и забавы. Со среды, которая носит название «Лакомка», стартуют обильные блинные застолья. Масленичный четверг, он же «Разгуляй» – это начало массовых гуляний, которые называют «Широкая масленица». На Руси с этого дня и до окончания прощенного воскресенья работать было не принято, все время посвящали развлечениям и застолью. Пятница и суббота – время семейных посиделок с блинами. В пятницу было принято ходить к тёще на блины, а в субботу своими кулинарными способностями старались прославиться молодые хозяйки, которые созывали гостей на заловкины посиделки. Последний день Масленицы – прощенное воскресенье в народе называли «целовальник», поскольку просить друг у друга прощения было принято по евангельскому обычаю с треократным целованием. 7 февраля в мультстудии «Солнышко» на базе детского домотворчества завершилась работа над мультфильмом «Обиженная пчела», который был начат в 1992 году. За это время над ним успели поработать воспитанники разных поколений студий и только в этом году удалось довести проект до конца. О мультфильме, который ждал своего выхода на экраны 30 лет в сюжете наших корреспондентов. Не секрет, что творчество требует много сил и времени, и чтобы довести до совершенства какой-либо проект, может пройти не один год. В истории подобных случаев немало. На сегодняшний день самым долго снимаемым проектом является фильм Юрия Норштейна «Шинель», который был начат в 1981 году и до сих пор не завершен. Подобное произошло и в мультстудии «Солнышко». 30 лет тому назад 17-летняя завчанка Наталья Голубовская по предложению руководителя Александра Цибулина приступила к работе над мультфильмом «Обиженная пчела». Занималась я в мультстудии с 1-го класса по 11-й, пока не закончила школу. Примерно, наверное, с класса 6-го, даже точно не помню, начала работу над фильмом «Обиженная пчела». И работала одним, пока не закончила школу. Ну, так сложилось, что не успела я его снять, кое-что дорисовать, потому что работа над фильмом – это очень кропотливая работа, очень длительная. На протяжении долгого времени несколько воспитанников студии пытались завершить мультфильм. И также окончание школы было основной причиной возвращения проекта в архив. Два года назад снова мне позвонил Александр Васильевич, сказал, что есть желающая девочка, которая хочет работать над этим фильмом и хотят все мои материалы, все мои наработки включить в этот фильм. Я только за и обрадовалась, и сказала, да, конечно, пускай, наконец он родится. Соавтор картины Наталья Тарасенко загорелась идеей и решила во что бы то ни стало завершить проект, посвятив ему большую часть своего времени. Мне понравилась тема. Проблемы экологии, мне кажется, в последнее время всегда очень актуальны в нашем мире. И я решила снимать. Я нарисовала свою раскадровку для начала. Мы посмотрели, что подходит, что не подходит, но мне очень нравились фоны, которые были представлены. Прям они были невероятно красивые. Я очень хотела их использовать. Я использовала по максимуму просто все, что можно, потому что мне, говорю, очень-очень нравились они. Ну и что-то рисовала свое. 7 февраля проект был завершен. И благодаря жанру мультипликационная картина «Обиженная пчела» была отправлена на два всероссийских конкурса в Санкт-Петербург и Красноярск. Проблемы экологии сейчас в нашем мире очень популярны. Под ним снимают много разных видеопроектов. И этот мультфильм подходит под социальную проблему. Из-за этого его можно отправлять на множество разных конкурсов, не только мультипликационных, но также и социальных. Что мы с Александром Васильевичем и сделали. Мы отправили наш мультфильм на два конкурса, на мультипликационный, чтобы его оценили как нарисованный мультфильм с сюжетом, так и на конкурс социальных роликов, чтобы его оценили по достоинству, потому что мы с моими соавторами его очень долго делали и очень старались. Многие воспитанники мультстудии «Солнышко» выбрали профессию, связанную с творчеством. И уже не одно поколение детей под чутким руководством Александра Цибулина воплощает в жизнь свои идеи и выражая их как в мультипликационном, так и в художественном жанре. В следующем учебном году студия отметит свой 50-летний юбилей. Все выпускники, все те, кто занимался, кто имеет свой здесь фильм уже в студии, у нас этих фильмов уже за 150, поэтому это примерно вот уже 150 потенциальных авторов, которые, конечно, мы можем их всех пригласить на наш будущий юбилей, говорится, чтобы у всех было здоровье, чтобы мы все дожили до этой нашей замечательной даты студии. Ну что, приближается у нас 50-летие студии. Я надеюсь, что общими усилиями мы со всеми выпускниками, с нашими сегодняшними студийцами, мы организуем эту дату, этот юбилей, и окунемся опять в наше счастливое детство. Ивана Пажельцева, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. А сейчас на нашем канале премьера мультфильма «Обиженная пчела». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Однажды пчела в поисках сладкого нектара влетела в комнату, покружилась и села на подоконник, где лежало что-то сладкое. К окну подошел мальчик, увидел пчелу и накрыл ее стаканом. Испуганная пчела стала биться о стекло, пытаясь освободиться, но все было напрасно. Кто-то позвал мальчика во дворе, и он убежал, наверное, к своим друзьям, забыв о бедной пчеле. Прошла ночь. Небо за кружевами деревьев стало розоветь. Солнечный луч упал на стакан. Свежий ветерок ворвался через окно в комнату. Пробежал по волосам безмятежно спящего мальчика и на минуту заигрался с длинновеской на окне. Как белая птица она взмахнула крылом и, словно в танце, увлекла за собой стоящий на подоконнике стакан. Уставшая и измученная пчела еще не могла поверить, что она опять стала свободной. С трудом расправила крылышки, покружилась по комнате над спящим мальчиком и вылетела в окно. Уже совсем расцвело. Мальчик, накрывший вчера пчелу стаканом, еще спокойно и сладко спал. Он и не подозревал, что причинил столько горя существу, которое всю жизнь ничего другого не знает, кроме труда. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я обращаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 615-54. Будем делать новости вместе. Берегите себя. Всего вам доброго и до новых встреч. Атмосферное давление 764 мм ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова